150 единиц оборудования на 92 миллиона рублей. Отделение реабилитации Живенской больницы за последний год серьезно укрепилось благодаря федеральной программе. В больнице восстанавливаются пациенты после инсульта, черепно-мозговых травм, оперативных вмешательств и протезирования суставов. Что интересно, теперь приезжают люди не только из республики, но и из соседних областей. Анна Зубарева расскажет больше. В отделении реабилитации Живенской больницы идет групповое занятие лечебной физкультуры. Эти пациентки восстанавливаются после эндопротезирования коленных и тазобедренных суставов. Отделение реабилитации за последний год серьезно укрепилось. Было закуплено 150 единиц оборудования на 92 миллиона. Тренажеры для восстановления верхних и нижних конечностей, аппараты для разработки суставов и тренировки мелкой моторики. Массажные столы, оборудование для кабинета логопеда и проведение арт-терапии. А это баланс-мастер, тренажер для восстановления баланса туловища стоя. Предусмотрен для более обездвиженных пациентов. Пациент фиксируется, поддержка спины, поддержка ног для того, чтобы он не упал. И на экране отображаются его действия. Здесь проходит реабилитацию пациента после инсульта, черепно-мозговых травм, оперативных вмешательств, протезирования суставов. Светлана Распутина сейчас шагает с помощью робота. На экране время, затраченное на упражнение, пройденное расстояние и не только. Женщина восстанавливается после инсульта. Из родного Жешарта приехала сюда уже во второй раз. Заметила, что результат очень хороший. К этому второй раз сразу же приехала. Попросила, петюрку не дала. Для восстановления ходьбы дорожки с биологической обратной связью. Для восстановления памяти, мышления и внимания аппараты с виртуальной реальностью. Пациенты и не знали, что такое существует. Я в какое-то космическое пространство попала. Мы же из сел. Таких деревень у нас такого нету. Но тут такие сотрудники прекрасно. Как они преподают. Все как будто, как маленьким детям, такие узелки находят. И сразу начинаешь работать. Понимаете, я тут только с понедельника. И столько сил отдано. И есть результаты. Я смотрю, я уже более такая бодрая, веселая. Реабилитация как самостоятельное направление в Эжинской больнице развивается с 2014 года. Тогда было всего 10 коек. Сегодня 60. Приезжают на восстановление со всей республики. Даже из Архангельской области и Кирова. На сегодняшний день того оборудования, которое нам было поставлено в 2022 году, нам достаточно, чтобы проводить практически весь спектр программ реабилитации. Очередь, к сожалению, сейчас стала формироваться, потому что потребность довольно большая. До месяца бывает. В отделении в скором времени появится дневной стационар. Сейчас идет процесс получения лицензии. А чтобы попасть сегодня на реабилитацию, необходимо получить направление у своего доктора в поликлинике. Можно записаться и в самом отделении.